Между тем, дискуссии продолжились и в кулуарах форума. Например, многих интересовало, на каких условиях будут выдавать доступные кредиты бизнесу, и почему выход из непростого периода предприниматель ведет в создании определенной инфраструктуры. Очень важная сейчас история – это финансирование посевной компании. В финансировании посевной компании предоставляется дешевый ресурс, субсидируемый Министерством сельского хозяйства, и мы готовы десятки миллиардов рублей выдать под субсидированные ставки. И мы видим свою роль в том, чтобы доносить до правительства, до Центрального банка очень простую мысль. Если ставки не будут субсидироваться, то, конечно, в этом году мы будем ожидать снижения объема кредитований. У нас в стране очень много реализованных проектов. Это и садики, это и школы, это и жилье, которое нужно людям. И именно сегодня очень жестко стал вопрос с транспортной составляющей, так как автомобилей у нас на душу населения больше, чем в любых других городах России, по-моему, и поэтому строительство именно этих объектов, не только в Тюмени, а по всей стране, сегодня как раз могло бы дать толчок для развития промышленности, так как после строителей работает индустрия, металлургия, транспортная, энергетика, все получает толчок, наверное, нам нужно строить больше, и кризиса у нас не будет. Да, есть много проблем, да, есть много сложностей. Сложнее привлекать финансовые ресурсы, сложнее действовать на рынках заемного капитала. Тем не менее, на все эти вопросы ответы находятся, и сейчас самое главное для нас – это создание правильного, комфортного инвестиционного климата.